Есть вещи, которые мы можем исправить, есть вещи, которые не можем. Вопрос только в границах вот этой гибкости. Куда можно зайти, а где уже надо остановиться? И это первый и основной шаг, без которого вы рискуете заблудиться во мраке. Когда мы говорим о теории проектов, то подразумевается, что это метод. Ну, я вот сейчас просто приведу один маленький пример. Проект ехудийский. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху. В имя Аллаха милосердного милосердного. Уважаемые друзья, выезжаю я снова в Путь, иншаллах, завтра. И, возможно, что где-то с недельку видео, так сказать, от меня выходить не будут. Тут точно так же в это время не будут выходить статьи, потому что в основном я буду проводить время за рулем. И писать банально не получится. Безопасность дорожного движения превыше всего. И, естественно, я не смогу одновременно и рулить, и печатать. Хотя думать буду. Буду, уважаемые друзья. И много чего я надеюсь надумаю. Ну, а сейчас уже непосредственно к делам, которые я делаю сейчас. Уважаемые друзья, вышла статья очередная на сайте уважаемого Эльмира Кулиева, электронный минбар. Ссылочка будет в описании. Там я немножко поговорил о Соединенных Штатах, о Турции, о Франции, Великобритании, о проекте «Великая Греция». Читайте, заходите на сайт. Я думаю, будет интересно, начало. К тому же я собираюсь развивать тему Соединенных Штатов в исторической перспективе. Потому что большинство людей, на сожалению, воспринимают Соединенные Штаты абсолютно неправильно. Не то место они занимают в нашей голове. Особенно в истории. То есть, чем руководствовались Штаты после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. Естественно, архив важно, чем они руководствуются сейчас. Все это надо разбирать и понимать. Потому что все течет, все меняется. В одну реку нельзя войти дважды. И Соединенные Штаты переходят из одной реки в другую, меняясь вместе с нашим миром. Вот это свойство меняться с миром и понимать изменение мира, оно архиважно. Большинство людей, к сожалению, не считает нужным меняться. Вот этот совершенно наглейший прокидон Макаревича, сотоварища, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Это, на самом деле, одна из самых наглых манипуляций, которые я встречал в своей жизни. Уважаемые друзья, ну уж кто-кто, а Макаревич помолчал бы, да, насчет прогибаться. Он-то делает все правильно. Что значит нельзя прогибаться под мир? Если идет ураган, мы должны просто валить с пути этого урагана. Это называется прогибаться под мир. Но Макаревич призывает нас всех остаться на месте и заставить ураган прогнуться под нас. И так во всем, уважаемые друзья. Есть вещи, на которые мы не влияем. Есть вещи, которые являются прерогативой Творца, Создателя и Вседержителя. Есть вещи, которые мы можем исправить, есть вещи, которые не можем. Вот этот фильтр надо ставить, вот это разделение, этот фуркан, чтобы не встрять в какую-нибудь проблему. И оправдание потом, что типа я же не прогнулся, они бессмысленны. Если человек, структура, государство проиграло, то это означает гораздо более плохие последствия, чем если бы они проявили определенную гибкость. Вопрос только в границах вот этой гибкости. Куда можно зайти? А где уже надо остановиться? Куда нельзя переходить? Вот и в чем вся фишка. Вот и в чем вся проблема. И именно этих границ большинство людей-то и не видит. А такие, как Макаревич, пытаются сбить нас всех с понтолыку. Потому что этот мир, он не черно-белый. Мне тут недавно заявили, лучше быть монохромным, чем цветным. Уже мы, друзья, Аллах Таля создал этот мир многоцветный. И люди, которые заявляют, что черно-белым быть лучше, они, мягко говоря, неправы. То есть они не пользуются всеми благами, которые дал нам Создатель. Однако и следующий шаг, когда все начинают смешивать в одну кучу, это тоже плохо. Уже мы, друзья, вот та золотая середина, как ее сохранить? Как в ней остаться? Вот это самое важное и самое трудное в этой жизни. Когда можно проявить гибкость, да? Когда вот этот клинок дамасской стали, он согнется и потом распрямится. А когда надо быть прочным, как алмаз, чтобы резать стекло, да? То есть в каждом конкретном случае людям даны определенные возможности. Как мы этими возможностями воспользуемся, зависит уже от нас. Что нужно для этого? Что нужно для того, чтобы определить, как и что использовать, каким путем идти? Что может помочь? Только наличие правильного метода. Только метод. Только технология и опыт ее использования позволят нам не сбиться с пути. При наличии трех условий. Первое, это, собственно говоря, понимание принципов. Второе, умение этими принципами пользоваться. И третье, ресурсы. Если вот эти три вещи есть в наличии, то все получится. И вот отсюда и надо начинать. Надо идти с принципов. Меня многие спрашивают, что надо изучать? Какие нужны шаги предпринимать? В какой области надо становиться более сильным? Возникает соблазн ответить такими же глубокомысленными общими фразами, как и Макаревич. Везде надо быть сильным. Все надо знать и все понимать. Но это же не серьезно. Пусть Макаревич этим занимается. Я же скажу так. Начинать надо с определения своего места в этой жизни. Как только вы определитесь с этим местом, тогда все станет ясно дальше. Потому что все упирается в намерение. Все зависит от той цели, которую вы себе поставите. То есть, первое, это намерение. Второе, это формализация вашего намерения. То есть, необходимо прописать это намерение в очень четких, ясных и понятных терминах. Не просто хочу стать царем земным. Нет, хочу стать президентом Зимбабве в таком-то году. Не превышая такое-то количество жертв среди мирного населения. Это обязательно. Иначе ваше намерение останется пустым звуком. А то и просто мыслью. И третье, это уже непосредственно исполнение вот этого плана. То есть, по сути, мы имеем следующую последовательность. Намерение, план, действие. Можно выразить это как хочу, могу, должен. И вот все совершенно человеческие дела должны делаться именно в этой триаде. Не сначала делаем, а потом думаем. Не сначала о чем-то возмечтали, начали делать, а потом стали соображать, каким же образом надо было это делать. А именно так. Сначала захотел, потом прописал план, потом его исполнил. Ну, насколько получилось. И, скажем, для мусульман, именно в этом ключе первое, что приходит в голову, это знаменитая суфийская триада. Это шариат, тарикат, хакикат. Во многих суфийских орденах, особенно в приверженцах идеи великого суфийского шейха Мухедина ибн Араби, вот эта самая триада, она является обязательной к исполнению. То есть, сначала человек постигает законы Аллаха, шариат, потом он встает на путь познания тарикат, то есть он вступает в суфийский орден и идет по этому пути получения знаний у неких шейхов, и потом он достигает состояния истины. Хак – это истина. И таким образом вот и готовят своих адептов многие суфийские ордена. Если вы сравните это с триадой «хочу, могу, должен», то увидите, что здесь есть некое противоречие, то есть как бы все перевернуто. То есть сначала исполнение, то есть подчинение каким-то законам, потом их некое постижение, разложение в голове по полочкам, и только потом понимание, что же это такое. Уважаемые друзья, с моей точки зрения, это неправильные триады. И многие исламские ученые, в том числе такие великие суфийские шейхи, как Аля отдал власти Мнани, как обновитель второго тысячелетия Имам Раббани, они жестко и неприкрыто боролись с идеологией Ибн-Араби, выдвигая в ответ другую триаду – хакикат, тарикат, шариат. И с моей точки зрения это все вот действительно правильно. Потому что сначала человеку приходит понимание, что такое. Ему открывается истина. Вот он, Аллах, есть! Это первое. Без этого бесполезно. Потом он начинает постигать. Он узнает требования, которые выдвигаются исламом. Это я говорю с точки зрения мусульманина. А он узнает разные тонкости, детали, законы и так далее, и так далее. Все это изучается. И когда накапливается определенный объем знаний, человек действительно начинает исполнять божественные законы, потому что он их уже принял сердцем, изучил разумом и теперь может исполнять телом. Намеренный план действия хочу, могу, должен. Хакикат, тарикат, шариат. Именно так все остальное будет сводить вас в подчинение людям, которые уже достигли хакиката. Которые только и знают истинное намерение. И у которых в голове уже есть этот план. То есть, если вы пойдете по линии действия, план, намерения, то вами будут руководить другие. Потому что вы не знаете, куда вы идете и зачем. Вот это архиважно. И вот с этого надо начинать. Вот как только эта триада войдет в ваш разум, когда вы ее осмыслите и поймете, вот тогда, пожалуйста, тогда начинаете искать свое место, искать то, что вы хотите и планировать, как вы этого достигнете. И когда окончательно план вашей в голове сложится, тогда вы сможете начать его достигать. И это первый и основной шаг, без которого вы рискуете заблудиться во мраке. И вот те последние люди, выражаясь терминологией Ницше, которые ходят и моргают и не видят истины и боятся ее прикоснуться. Вот это те люди, которые не поняли, для чего они в этом мире находятся. И вот эти фразы типа «жизнь ради жизни», они говорят именно о таком состоянии, о состоянии растения. И вот здесь очень важный момент, который я бы хотел отразить. Уважаемые друзья, когда мы говорим о теории проектов, когда я продвигаю теорию проектов, то подразумевается, что это метод. И он включается в момент разработки плана. И понять теорию проектов, и принять ее, и начать ей пользоваться в практическом смысле очень просто. При одном условии, что вы уже знаете зачем. И вот я вам приведу конкретный пример. Одно из направлений движения теории проектов это идентификация существующих общественно-политических движений, каких-то партий, формаций, конкретных даже людей по их отношению к проектам. Мы можем, определив признаки, присущие данному движению, и сравнив их с признаками каждого конкретного проекта, отнести его к одному из них. Ну, скажем так, большую часть. И, соответственно, мы уже тогда сможем предвидеть их истинное движение, их истинные намерения и цели вне зависимости от их деклараций. Бывает, даже люди сами не понимают, о чем они говорят. Хотя хотят чего-то конкретного. И каждый проект можно вот тут разбирать. Но я вот сейчас просто приведу один маленький пример. Проект ехудейский. Одно из главных его особенностей это пристрастие к этому миру. То есть они максимально хотят продлить свое существование в этом мире и сделать его максимально комфортным. То есть это вот как у Стругацких был там, да, идеальный гений-потребитель, который дотягивается до всего, чего может, потом закукливается и сворачивает пространство и останавливает время. что-то в этом духе. То есть это как бы окончательная мечта. В этом, кстати, ехуды очень похожи с матриархами, но просто ехуды это все-таки люди, отягощенные знанием. И они, конечно, стоят на гораздо более высокой ступени. Но это уже другая тема. Так вот, уважаемые друзья, одно из движений вот этого, это достижение слияния с миром. Второе движение, которое, казалось бы, другое, это подчинение этого мира. То есть вот этой цели можно достичь или так, или так. Но если мы вдумаемся, то на самом деле это одно и то же. Это две стороны одной медали. Как только человек полностью сливается с этим миром, познавая все его тайные особенности и перестраиваясь так, что он может в этом мире существовать как абсолютно органичная его часть, он начинает этим миром повелевать. Равно как и наоборот, если он начинает повелевать этим миром, то он становится его органичной частью. И вот это вот два подхода. Один из них – и худийский. Какой? Ну, конечно же, первый. Они максимально стараются с этим миром слиться, мимикрировать. И через познание вот этих тайн, через слияние с ним управлять этим миром. И вот так, если вот к этому сводится деятельность человека, организации или еще чего-то, мы сразу понимаем, что это суть и худийская тема. А вторая часть какая? Второй метод и второй путь – достичь вершины власти и через это слиться с миром. Это, конечно же, румский проект. Это их тема. Через верх они сливаются с миром. И худе через низ. Методы разные. И от этих методов зависит очень многое. Зависит то, как с ними надо себя вести. Как прогнозировать их действия. Как понимать их намерения. Вот ведь в чем смысл. И это мегапрактическое применение теории проекта. Потому что только понимая намерения человека, номер один в этой триаде «хочу, могу, должен», мы сможем понять, что он будет делать. И тогда мы сможем построить свои действия в ответ. И неважно, относится это к хозяину какой-нибудь небольшой коммерческой фирмы или к руководителю гигантского государства или к добропорядочному семьянину. На любом уровне это так. И это практическое применение теории проекта. Но сначала вы должны определиться со своим намерением. А дальше я вас уже научу. Иншаллах. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова